Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Зелёный остров». Я и ведущий Александр Сидельников. Как я и обещал в прошлом выпуске, сегодня мы так это очень серьезно поговорим о выращивании перца. Но начнем с погоды, потому что погода, конечно же, не перестает нас удивлять. Если раньше мы говорили о крещенских морозах, то в этот раз нам пришлось говорить о крещенской оттепели. Действительно, стоит какая-то невероятно теплая погода, начинают возвращаться птицы, что-то творится совершенно невероятное. Здесь я вспомнил, что еще в конце прошлого года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступала Грета Тунберг. Она обвинила всех и вся, что у нее отнимают будущее, у ее сверстников. И как-то за этими эмоциональными разговорами совершенно забыли о том, что накануне этой сессии прошло очень серьезное мероприятие, на котором об изменениях климата разговаривали именно ученые. И вот очень интересный вывод был сделан на этой конференции. Ученые, проанализировав, как меняется климат на планете, сказали, что все это развивается значительно быстрее, чем они предполагали ранее. И те события, которые якобы должны были произойти через 50, через 100 лет, за счет ускорения, все ускорилось, они могут произойти буквально через 3-5 лет. Таяние ледников, таяние вечной мерзлоты и так далее. Климат меняется, меняется уже буквально на глазах. Вот это невероятно жаркое лето в Европе в прошлом году, когда там во Франции, в Испании, в Италии температура поднималась выше 40 градусов. Вот эти вот пожары в Сибири, вот эта вот невероятно теплая зима в центральной полосе России. Ну и в Сибири, кстати, тоже. Эти пожары в Австралии, когда выгорело, вы только вдумайтесь, 10 миллионов квадратных километров. Вот в прошлом году в Сибири, в России выгорело 2 миллиона квадратных километров. А в Австралии выгорело 10. Вот просто сравните эти две цифры. Ну, единственное, что радует, ученые вообще так предполагают, что юг Западной Сибири, Восточной Сибири, Южный Урал, Алтай, вот там изменения климата будут носить позитивный характер. И прежде всего позитивный для того, чтобы в этих регионах заниматься развитием сельского хозяйства. Безморозный период может значительно увеличиться, зимы будут значительно мягче, мы можем выращивать более теплолюбивые садовые культуры. В общем-то, будем вообще с оптимизмом смотреть в будущее. Ну, а сейчас, как я и обещал, мы с вами поговорим о выращивании перца. И сегодня вашему вниманию я предлагаю лекцию, которую прочитал в клубе «Зеленый остров» городского общества садоводов-любителей. Когда мы говорим о перцах и сравниваем их с томатами, мы можем сказать, что перец все же более теплолюбивая культура, более влаголюбивая культура. Он не любит резких перепадов температур. Помидоры тоже не любят, но они с этим более-менее мирятся. А вот перец очень плохо реагирует на резкие колебания температур. Но перцу требуется света чуть меньше, чем томатом. Вот чтобы получить хороший урожай томатов, томат должен весь день фактически находиться на солнышке. Как только мы посадили его чуть поплотнее или посадили где-нибудь под яблонькой, урожай он даст куст томата, но он резко снизится по сравнению с тем, что мы имели бы на солнышке. А вот перец наоборот, если он попадает на яркое солнышко, вот там у него начинаются серьезные проблемы. На яркое солнышко в нашем климате. Потому что там в Москве яркое солнышко и в Магнитогорске яркое солнышко, это немножечко разные вещи. Сильно разные, да, я с вами совершенно согласен. И еще, вот вы знаете, есть такая очень важная деталь, которую я вот вам предлагаю, чтобы вы запомнили. В тропиках день-ночь примерно всегда одинаковы. В субтропиках вот этот вот ход, он получается чуть больше. В средней полосе у нас ход еще больше. У нас летом день может доходить в первой половине лета до 16-17 часов. И вот такой длинный день для развития перца нежелателен. Вот при таком длинном дне он растет достаточно быстро, но плодоносит плохо. Я думаю, вот с этим явлением многие садоводы сталкивались. Высаживаем качественную рассаду в теплицу, удобрение грунт, все как положено. Ну вот первую половину лета он у нас вот растет, растет, а вот урожая нет. А урожай, собственно, интенсивно начинает нарастать в августе и в сентябре. Так вот это прежде всего реакция на световой день. Ну и здесь еще добавляются вот эти вот чуть пониженные температуры. Перец, он теплолюбивый, но высоких температур не переносит. Вот опять же, вот будучи тропическим растением, он предъявляет вот такие вот требования к условиям роста. Следует помнить, что перец предъявляет более высокие условия по сравнению с томатом к почве. Перцу нужна более плодородная почва. Перцу нужна почва, которая лучше удерживает влагу и пропускает воздух. Потому что корневая система у томата на рыхлой почве может уходить вглубь в нашем климате 50-70 сантиметров. На юге она уходит до метра. У перца всегда поверхностная корневая система. 30-40 сантиметров это все, это зона заложения корневой системы. Если мы говорим, что перец более влаголюбивая культура, то вот этот верхний слой почвы, он всегда должен быть равномерно, хорошо увлажнен. Поэтому, когда мы собираем грунт для выращивания перца, если почва такая песчаная, если она плохо держит влагу, что-то водоудерживающее обязательно добавляем. Лучше всего перлит, можно песочек. Очень аккуратно добавляйте вермакулит. Потому что вот я еще раз здесь, у нас с вами разговор на эту тему был. Вермакулит, вообще говоря, почву обогащает элементами питания. Прежде всего, микроэлементами. И если вы так это от души, вермакулитик-то сыпанули в почву, вы можете вызвать резкий скачок каких-то микроэлементов. А они, как правило, так. Вот один микроэлемент, он начинает блокировать другой микроэлемент. И вот весь этот баланс в почве вы можете в конечном итоге нарушить. Ну и сейчас вот очень интересный разрыхлитель появился в продаже. Диамонит. Значит, это диамонитовые водоросли. Значит, они когда-то там садились много миллионов лет на дно океана. Значит, минерализовались. Ну и в конечном итоге получилась такая субстанция. Ну что-то похожее между песком, глиной, серого цвета. Она немножечко так это поблёсткивает. Основное, что в этом разрыхлителе, это очень много силициум-О2. Почва, кремния, он находится в дисперсной форме. Он очень хорошо вызывает коагуляцию мелких частиц. То есть почва получается такая рыхленькая, очень хорошо удерживает влагу. Ну и высокое содержание кремния, оно подразумевает, что в этой почве фосфор переходит в подвижное состояние. А мы с вами знаем, что по слёновым культурам фосфора нужно особенно много. Вот если фосфора томатам, перцем, баклажанам мы даём в оптимальном количестве, всё, у них сразу и урожайность резко поднимается, и иммунная система, и так далее, и так далее, и так далее. Это было такое общее вступление, что перец любит, что перец не любит. Ну а сейчас немножечко вот начнём с самого начала, с рассады. Ну а с рассады, значит, с семян. Я думаю, здесь все люди опытные сидят, все знают, что семена у перца очень быстро теряют схожесть. Если у томата 10 лет для семян, это, в общем-то, не возраст. Если семена были исходно качественные, если они не были пилированы, вот сегодня в продаже есть так называемые пилированные семена, которые проращивают, потом помещают в оболочечку, продают. Когда их фермер получает, он на этих семенах может получить очень ранние всходы, и вот все эти преимущества от ранних всходов. Но вот вы должны знать, что такие семена, они очень плохо хранятся. Поэтому вот здесь вот такое было небольшое отступление. Так вот, у томата, если это не пилированные семена, они способны храниться и 10, и 15 лет. А у перца на пятилетних семенах вы можете вообще никаких всходов не получить. Поэтому для перца семена прошлого года, ну и максимум до третьего года. Дальше возникнут очень серьезные проблемы со всхожестью. Но уж если вы выращиваете какой-то там редкий сорт гибрид, и у вас там осталось немножечко семян, можно попробовать и четырех-пятилетними. Но тогда я рекомендую эти семена замочить в растворе питьевой соды. Потому что она, в общем-то, не является как таковым стимулятором роста, но она размягчает оболочку семян перца. И зародыш легче ее пробивает. Потому что вот оболочка, все, в общем-то, реально представляют, как выглядят семена у перца, она очень жесткая, она гораздо прочнее, чем оболочка у тех же томатов. Ну и следующее. Коль мы заговорили о семенах, другая серьезная проблема семян томатов, они способны прорасти только при очень высокой температуре. Вот эту ошибку регулярно допускают садоводы-любители. Причем даже, казалось бы, опытные. Посеяли семена, поставили ящичек на подоконник и ждем всходов. Ждем неделю, ждем другую. Месяц подходит к концу, всходов нет. У нас паника. Как так? Что случилось? А вы температуру замеряли? Почвы вот там на подоконнике. У нас сейчас подоконнички, ну на всем там везде экономится, все тоненькое, подоконничек холодный, стоит горшочек, значит, с нашими семенами, и температура там 18-20 градусов, а 11, да 11, да 11, это вообще могила. Там, я не знаю, там только можно это, стратификацию при такой температуре получать, вот на холодостойких культурах. Так вот, даже 20 градусов, даже 22 градуса для перца мало, 24, 26 до 28 градусов, вот это оптимальная температура для прорастания семян перца. Ну где-то так, давайте вот 26 такую вот цифру назовем. Я просто хочу сказать, просто в квартире вот так, на воздухе, вы нигде такую температуру не получите, поэтому где-то рядом с отопительными системами. Сегодня в продаже есть вот коврики, они буквально там размером вот с листик всего, там потребление там 30-60 ватт, не больше, он тепленький, в розеточку воткнули, и поставили на укоренение, вот эти вот, не на укоренение, на прорастание семена. Вот этим ни в коем случае не пренебрегаем. При температуре оптимальной, 26 градусов, всходы на здоровых семенах перца вы должны получить в течение 5-7 дней. Если 5-7 дней не получили всходы, знайте, что-то было с температурой или что-то было с семенами. Кстати, вот даже если с температурой вы попали, с почвой вы попали, воспользовались старыми семенами, вот есть такая табличка, есть такое мнение. Каждая неделя задержки всходов, это примерно минус 10% урожая. То есть, получили через неделю, получили в дальнейшем максимальный урожай на этой рассаде, на этих растениях. Задержали по разным причинам всходы. Все, сразу лишились 10%. То есть, еще всходов нет, а 10% урожай уже потерян. Поэтому вот старайтесь получить всходы достаточно быстро. Но здесь, правда, я хочу садоводов, опять же, призвать никакого фанатизма. Потому что садоводам так рассказываешь, надо всходы получать при температуре 26 градусов. Ну, они так на батарею поставили, слушай, не взошли. Начинаем раскапывать, а они сварились. То есть, вот здесь, в общем-то, поэтому все же вы опытные садоводы. Я считаю, опытный садовод обязательно дома должен иметь термометр. В аптеках продают все. То есть, вот эти вот все процессы. Когда вы проводите укоренение, температура грунта, она является определяющей для этого процесса, чтобы температура грунта была чуть выше, чем температура воздуха. Когда вы проводите укоренение, вот везде, меряйте температуру, меряйте, меряйте, попадаете вот в эти самые оптимальные значения. Следующий момент. Перец довольно много выносит из почвы элементов питания. Но он очень не любит высокую концентрацию почвенного раствора. То есть, вот что мы из этого можем сделать? Какой мы можем сделать вывод? Очень богатая минеральными веществами почва для перца не нужна. Это раз. Но зато перец нуждается в более частых и необильных подкормках. То есть, вот эту вот стратегию в целом вы должны выдержать. Ну, я здесь уже про грунты говорил. То есть, мы тут занимались достаточно подробно изучением грунтов, которые имеются в продаже. К сожалению, многие эти грунты, в общем-то, не соответствуют нашим требованиям. Там и кислотность пляшет. Вот она может быть написана одно. На самом деле, получаем совершенно другое. И самое главное, там очень высокая концентрация солей. Поэтому вот здесь, когда вы выбираете грунты, обращайте внимание на эту характеристику. Вот лучше проходить на почвах, которые предназначены для выращивания бегоний, которые предназначены. Вот малышок есть, вот эти вот грунты в них. Вот это вот содержание солей, оно идет чуть-чуть пониже. Опять же, получили всходы при температуре, как мы говорили, оптимальной 26 градусов. Дальше, в общем-то, как и на всех культурах, в фазе семидольных листьев для растения нужно обеспечить небольшое понижение температуры. Это делается для того, чтобы не стимулировать слишком быстрое появление первого настоящего листа. Если бы мы получили при 26 градусах всходы и оставили при 26-24 градусах развиваться растения, у них очень быстро, уже на пятый день после появления всходов, появился первый настоящий лист. Испарение с поверхности листа будет идти интенсивное, а корневая система к этому моменту еще нормально не развилась. Растение начнет испытывать недостаток во влаге. Когда мы на семидольных листьях снижаем температуру, тем самым мы замедляем развитие надземной части, замедляем появление первого настоящего листа, но зато в этот момент мы получаем более развитую корневую систему. Вот здесь я сказал такое очень важное паролевое слово. Корневая система. Корневая система у перца, в отличие от томата, чрезвычайно ранимая. Поэтому, когда мы выращиваем томаты, мы проводим на томатах такую операцию, как пикировка. Мы их так это довольно грубо выкапываем. Если сделали это аккуратно, мы преднамеренно прищипываем точку роста корня. Заглубляем, поливаем, немножечко они подвяли, но потом начали развиваться нормально. Корневая система восстановилась и сформировала вот такую вот объемную мочку. Если мы то же самое сделаем на перце, то перец в росте у нас остановится и остановится очень надолго. Поэтому перец мы выращиваем, как правило, вот я думаю уже многие в этом убедились, не пикируя, только пересаживая. Мы высаживаем его в какие-то совсем небольшие кассеты, небольшие горшочки. И потом, когда корневая система освоит вот объем этой кассеты, этого небольшого горшочка, мы только пересаживаем, совершенно не повреждая корневую систему, в больший объем. Вот это очень важный момент. Многие вот здесь вот так дискутируют. При пересадке заглублять перец, не заглублять. Я придерживаюсь такой средней точки. Заглублять, но совсем немножко. Буквально там миллиметров пять, можно семь. Пока стебелек, вот это вот подсемидольное колено травянистая, на нем нормально образуются корни. Но медленнее, чем на томатах. Поэтому, если мы сильно заглубим перец при пересадке, не пикировке, а при пересадке, то корневая система будет нарастать медленно. Будут складываться условия, что вот эта вот заглубленная часть стебля, она загниет. Когда мы ее чуть-чуть заглубим, то укоренение происходит достаточно, достаточно хорошо. И так, уважаемые телезрители, мы с вами поговорили о выращивании перца. Еще раз напомню, о формировке перца. Это очень такой тонкий момент. Мы с вами обязательно поговорим. Но поговорим уже так, ближе к лету. Потому что, ну, хороша ложка к обеду. Вот всю информацию, которую я донесу до вас сейчас, она может оказаться бесполезной. Вы просто все эти приемы можете забыть. Ну, а сейчас мы с вами перейдем к такому глобальному блоку рекламы. И начнем этот глобальный блок вот с этих вот совершенно уникальных перцев. Перец сладкий мой желтый, сладкий мой красный и сладкий мой оранжевый. Вот эти перцы на торговых точках ни в нашем городе, ни где-то в России вы еще приобрести не можете. Это фактически семена, которые продаются в России. Вот действительно впервые они поступили в Россию буквально две недели назад. Об этих перцах я довольно много слышал от селекционеров, которые посещали зеленую неделю в Германии. Проходит она в Берлине. Ну, основные мероприятия проходят в Берлине. Они сказали, вот появился такой перец с такой урожайностью, с такими вкусовыми качествами. Он говорит, такое ощущение, что опустил этот перец в мед и после этого пробуешь. То есть просто какие-то невероятные вкусовые качества. До 12% сахаров они накапливают. И самое главное, это порционные перцы. Вот в последнее время мы очень увлекались перцами крупноплодными. Но вот для консервирования, для фаршировки нам перчики-то нужны небольшие. И вот эти вот перчики, вот сладкий мой, вот различных окрасок, это как раз и есть эти порционные перчики. Я бы сказал, это как раз перчики, ну что-то между черри, вот если к помидору привязывать, и коктейльным. В длину они всего 5-7 сантиметров. Ну, примерно вот с ладошку будут. Глянцевые, очень красивые, с толстой стеночкой. Одновременно на растении созревших этих перцев может быть более 50. А вообще урожайность этих перцев колоссальная. Они способны дать в открытом грунте урожай 2-3 килограмма, не с квадратного метра, всего с одного растения. А в защищенном грунте 5-7 и даже до 10 килограммов. Вот это самый, что ни на есть писк. Еще раз, приобрести на торговых точках вы его не можете. Вы можете приобрести его через интернет. Если вы зайдете на сайт научно-производственного объединения Сады России, набираете прям сайт НПО Сады России, находите перцы, и в этих перцах находите вот эти вот 3 абсолютно уникальные новинки. Ну а в нашем городе, в Центре профессионального овощеводства «Новые семена» вы можете приобрести 2 перца фирмы «Энза Задан». Вы можете приобрести перец и ветка. Вот в последние годы многие садоводы предпочитают выращивать перец не в теплицах, а в открытом грунте. Затрат гораздо меньше, поражения грибковыми заболеваниями меньше, но выращивать индетерминантные сорта в открытом грунте не очень удобно. Для этого нужны специальные сорта букетного типа, которые очень быстро завязываются, которые не имеют габитус такой очень развитый. И вот и ветка как раз относится к таким перцам. Ну, самый что ни на есть шедевр. Очень урожайный, очень хорошая устойчивость к пониженным, к повышенным температурам. Очень хорошие вкусовые качества, очень выровненные красивые плоды. Окраска меняется от светло-зеленой, такой очень привлекательной, до насыщенно-красной. Очень даже интересный гибрид. Ну, и, конечно же, вот этот вот гибрид бланчина, он относится к группе уайт-перцев. Я всегда говорил, уайт-перцы, они обладают очень серьезными преимуществами перед другими перцами, потому что, когда этот перец завязывается, он сразу имеет окраску либо белую, либо слоновой кости. Вот в данном случае белая абсолютно окраска. В плодах не содержится хлорофилла, нет этого травянистого привкуса. И этот перец уже потребительной спелости имеет высочайшие вкусовые качества. Вкусовые качества перца, который полностью вызрел. Сорт очень урожайный. Сорт в основном предназначен для выращивания в теплице, раннего срока созревания. Плоды очень крупные, с очень толстой стенкой, до 8 миллиметров. Одним словом, вот такой вот гибрид. Вот если вы его посадите на своем участке, я уверен, вы не пожалеете. Ну а в садовом центре «Зеленый остров» вы можете приобрести вот такой вот томат. Томат «Маршал Победа». Нельзя сказать, что это новинка, но вот из сортов сибирской селекции, это, наверное, один из наиболее стабильных сортов. Он имеет очень крупные плоды. Плоды в первой кисти, килограмм и более, это вообще говоря, не редкость. Сорт высокорослый, до 2 метров, очень устойчив к болезням, очень устойчив к вредителям. Ну и главное, вот все же, вот это его плоды, они очень крупные, они такие ребристенькие, они очень вкусные, они очень красивые на разрезе. Вот кто высаживал в магнитогорский сорт томата «Маршал Победа», ну, в общем-то, плохих отзывов я от них не слышал. Ну, а в садовом центре «Виктория» вы можете приобрести вот такой вот томат. Называется он «Прима Ред». «Прима Ред» – томат для выращивания в открытом грунте. Он детерминатный, он невысокорослый, он очень раннего срока созревания, с очень красивыми плодами. Плоды такой сердцевидной формы, и плюс еще с небольшим носиком. Вкусовые качества у гибрида «Прима Ред» просто высочайшие. Вот вы знаете, просто вот пробуешь и думаешь, господи, как же вот далеко зашла селекция, вот что бы мне там ни говорили, что сортовые томаты всегда будут вкуснее гибридов, вот попробуйте «Прима Ред», вот после этого ни к каким сортовым томатам вы даже не будете обращаться. К сожалению, уважаемые телезрители, время нашей передачи подошло к завершению. Я благодарю вас за внимание, жду вас ровно через неделю. Всего доброго, до свидания. Семена сладкого перца «Бандай-Ф1». Новинка 2020 года от компании «Саката». Центр профессионального обочеводства «Новые семена». Карла Маркса, 9. Спонсор программы. Публичное акционерное общество. Магнитогорский металлургический комбинат.